Так, садимся сейчас мы на наш поезд. Нам выдали уже билетики. Через полчаса наш автобус уже отходит. Зашли мы рядом в магазинчик, что-нибудь взять перекусить. Вот смотрите, вот цены здесь и в долларах, и в мерзких купях. Вот, например, вот эти вот печеньки, я вот на них смотрю, всего лишь доллар сорок. Это где-то шестьсот тенге. Мы-то с утра позавтракали, Сашка не хотел. И вот думаю, может быть, что-нибудь взять, перекусить. Такие вот лейсы, маленькие, 0,85, большие 1,60. Лимонный чай 3,75. Короче, большой магазин здесь. Оливковое масло 4,70, 4,80. Вот такая вот большая, вот 5,30. Здесь почти 2 литра. Мясо килограмм 4,50 долларов. А вот это вышло две ножички 1,37. А филе 4,28. Вот эти получаются. 4,28 долларов вот это кусочки. Кукурузка, эти две штучки 1 доллар. Вот это полностью банан, связка 2,80. В этом магазине вода еще дешевле. 0,40, смотрите. 0,50 вот есть. Возьмем холодненький водой. Так, вот так выглядит наш автобус. Тепло, нет, сейчас видите. Комфортные такие сиденья, так классно откидываются назад. Дали вот такую вот водичечку. 0,35 миллиграмм. Билет нам обошелся до Пномпеня. 8 долларов на человек. На троих 24 доллара. Здесь нет понятия, такой детский билет, взрослый. Если место занимается, значит уже билет. Короче, где-то будем ехать. Около, если 8.30 мы выезжаем. В 2 часа мы уже прибываем в Номпень. Кстати, кондиционер так мощно работает. Можно смело одевать теплую одежду. Я вот думала, одеть, не одеть теплую одежду. Ну, я ее с собой взяла. Так, едем мы. Остановились на стояночку. Поспали мы 2,5 часа. Вот такую вот взяли. 4 тысячи стоит 1 доллар. Смотри. Это получается клубничное молоко со льдом. Очень даже вкусненькое. А я себе заказала с Bubble Tea за 5 тысяч. Так нормально смотрится. Кстати, если даже не понимаете, какой язык, мерзкий язык закачивается, через Google Переводчик полностью закачивается. И через даже офлайн переводом она переводится. Вот. За 400 тенге попить холодненький. Прям самое то. Так, заказали мы Grab. До нашего отеля 5 километров. И стоимость 8200. Примерно 2 доллара. Чуть больше. Зашли мы в наш отель. Сейчас у нас будет букинг. Здесь идет отель и снизу ресторан. Что-то сразу мы не увидели, что именно это наш отель. Сюда приехал такси. Казалось, название было только ресторан. Казалось, именно отель находится прямо в ресторане. Над рестораном. Вот. Сейчас мы забукали. Я до этого забукала. Сейчас он смотрит. Все в таком камбоджийском стиле. Решила попробовать. Нет. Давай, давай, заходи. Нет, не помогает. Говорят, что они не очень дроза любые. Видимо, занятые, наверное. Ну да, отели вообще-то староваты. Номера что-то страшные, так заходишь. Стенки такие страшные. А номер? Номер большой. Номер большой. Окей. Воду леет. Мне уже здесь покусали. Здесь так этот, мне уже покусали. Так. Заселились мы в отель. Хмер Сурин Бутик Отель. Смотрите, здесь в таком все камбоджийском стиле. Сразу слева у нас, смотрите, какая ванна. Здесь аж два умывальника. Представьте, два умывальника. И смотрите, что интересно. Вот так открывается мыло. Полотенчики, правда, на двух человек. А вот еще одно полотенце. Туалетная бумага. Сланцы. Фен там, да? Да, это фен. Там также два халатика. Туалет. Все чистенько, в принципе, хорошо. Смотрите, здесь даже отдельно душевая, которая закрывается именно стеклянной перегородкой. Вот. Ну, прям ванна прям прилично большая. Так. Здесь у нас что? Наконец-то две кровати. Поспим хорошо. Да, Саш? Одна двухспальная такая широкая кровать. Одна односпальная. О, что здесь? Даже лампа есть настольная. Саша. Саша носочки здесь раскидал свои. Здесь у нас есть настольная лампа. Здесь их не правило. Вот пароль. Термос, горячая вода, водичку дает. Кофе. Это что такое? А, ну кофе, чай, да, сюда положили. Саша, что ты так прыгаешь там? Так, письменный стол. Здесь у нас, наверное, холодильник. В холодильник мы, кстати, уже сюда водички положили. Здесь, кстати, корзина для белья. Я думаю, даже шкаф стоит. Ну, шкаф он такой. Знаете, в таком все стиле. В древнем таком стиле. Такой мощный сейф. Вы такой видели сейф? Я никогда в жизни такой сейф не видела. Сейф такой огромный. Ну да, видно, что этот отель один из старейших отелей. И выход на общую террасу, да? О, мы находимся с краешком. Смотрите. Деревья прям растут здесь. Здесь вот нас соседи. Вау, сколько здесь его строят. Ага, он, значит, по всей окружности. Здесь поболее, видимо. О, по всей окружности. Смотрите, какие высокие дома. Да, видимо, это получается так. Одна общая терраса на три номера. Ну, такой вот номерочек. Кстати, этот номер, я сейчас хотела забукать его, для интереса посмотреть. На сегодняшний день он стоит 54 тысячи тенге за две ночи. 54 тысячи тенге за две ночи. Это около, сколько там, 130 долларов, да, где-то так, за две ночи. А я взяла, у меня вышел этот номер за две ночи 33 тысячи тенге. То есть, 70 долларов. Сейчас мы отдохнем и пойдем изучать пенампень. Кстати, что я не отметила. Кондиционер обязательно. Огромная такая плазма. Вот, про шкаф я уже сказала. Мы попросили теплое одеяло. Смотрите, какая лампа, в каком стиле. Все в таком историческом стиле. Расписные такие интересные панно. Видите, все из дерева, представьте. Ну, в таком стиле в отеле я еще никогда не отдыхала. Прикольно так. Вот так. Кстати, завтраки включены, что хорошо, на троих человек. Вот в том отеле нам на двоих дали человек. Ну, потому что, наверное, двухспальная кровать мы помещались еле-еле. Хотя бронировала я там два и плюс один. Здесь уже две кровати. Одна двухспальная, одна односпальная. И сказали, да, шведский стол, надо троих человек. Так, вышли мы гулять с нашего отеля. Ну, движение здесь вообще капец. Очень оживленное. Столько много байков, тук-тукеров, машин. Вот здесь какой-то храм. Саша, смотри, какой храм. Красиво, да, так сделанный. Вау, какой дом и хаос. Улица полна кафешек. Капец, какое движение, ужас. Вот что значит столица. Вау, смотрите, как красиво. А, дошли мы до монумента независимости. Смотрите, какая красота здесь. А напротив, смотрите, что. Фотография этого памятника архитектуры Дня независимости. Кстати, День независимости и этот памятник построили в 1958 году. Через Дня независимости Франции. И выполнен он в ангкорском стиле. Очень красиво. А дальше там еще там что-то видать. Там этот. И мы дошли. Кстати, вот этот монумент независимости. Он находится прямо в самом центре Пномпеня. Это самый его центр. Кстати, заметили, полиция на каждом шагу. Может быть, это центр, не центр. Все с автоматами такие, с машинками крутые. Да, здесь парк. Люди ходят, занимаются спортом, с гантельками. Спортивной одежде. Ходят, гуляют. Молодцы. Так классно. Группы здесь всякие, туристов, которые вместе приезжают. Стали организованный групп. Очень красиво здесь так пройтись по центру. Вечером, кстати, не так жарко. А то я помню, мы вчера были в ангкоре. Прямо от жары мы поотдыхали. Прямо жара была невыносимая. Вечером прохладненько здесь. Семь ряд. Так, подходим еще к одному монументу. Подошли мы к величественному памятнику историческому. Посвященному чести известного и великого, почитаемого человека здесь, в Камбодже. Это Прех Бац Сандех. Но родом Сиханук. 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 Как-то так называется. Ну, значит, что многое, что я сделал в Камбодже. Короче, шли мы по другой стороне. По левой стороне. И не можем понять, почему люди идут все на нас. Оказывается, вот так. Кругом они идут. Отсюда они вот так идут. То есть, по круговому движению они идут. Ой, так смешно. Люди здесь занимаются. Видно, бегают. Все в кроссовочках. Спортивные обуви. Место развлечения. Для людей здесь. Интересно здесь в центре. Мне прям очень впечатляет. Подошли мы до центра. Смотрите, какая здесь красота. Идем мы, идем вперед. В сторону набережной. Сидит женщина такая черная. Я так испугалась. Я уже подумала, что это какой-то бомж. Она и так бомж. Да, так сидит. Нет, она нормально сидит. Вау, какой красивый храм. Видал? Вон, вон, смотри, какой храм. Красивый. Так, мы находимся в центре города Пном Пень. Смотрите, я не ожидала, что Камбоджия меня может обучивить. Смотрите, вообще красотой. И говорят, что сами камбоджийцы, что Пном Пень сейчас очень хорошо расстраивается. И доходит до тех бывалых высот, которые были до разрушения вот этим, как его назовут-то? Полкот, да? Полкот? Да. До разрушения полкотом. Поэтому смотрите, как он расстраивается. Прям молодцы. Напротив нас находится один из отелей таких шикарных на Габорлд. Номер в отеле сутки стоит где-то 45 тысяч деньги. Где-то так. Это тоже отели здесь на каждом шагу. Отели. И постоянно какие-то инсталляции, красота. Ну, прям вообще. Красиво. А? Ренчера воркеш. Да. В Камбоджи ездят такие крутые машины. Особенно вот такие, да? Потому что много денег вкладывают сюда китайцы. Каждая вторая надпись на китайском языке. Роллс-Ройс. Роллс-Ройс. Короче, у бабушки спрашивают, спрашивают, что это за фрукт такой интересный. Говорит, стоит 3 тысячи. Я не знаю, вот это полностью, да, стоит 3 тысячи? Называется клочуб, говорит. Кто знает, скажите, напишите. Пробуй. Да, кто пробовал, скажите. Что за фрукт такой? Первый раз в жизни вижу его. Вот это понятно, да. Это этот. Помело. Помело, да. А вот этот клочуб. А вот этот еще за фрукт какой. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приехали мы на набережную. Тон-ли-сап. Вот. Смотрите, здесь какая у нас красота. Со мной хочет поговорить женщина. Вот. А? Дай ей, вот дай ей. А, не видишь, язык даже не понимает, просят поддержку. Совсем маленькая. Дай ей. Дай ей. Дай ей. Дай ей. Дай ей. Дай ей. Какая красота. Кстати, отсюда можно проводить этот прогулочки. Но река очень грязная. Река называется Тон-ли-сап. Дай ей. Дай ей. Дай ей. Дай ей. 5 долларов. Короче, здесь все, если включено Включены, Женя, все напитки 5 долларов Один час езды по этому Ну, вокруг, короче, реки Микон Понял? Так, пришли на ночной рынок В Нонпень Найт Маркет Ух, какая музыка крутая здесь Давайте посмотрим, что здесь есть Какие здесь цены, чем отличается от ночного рынка Семь ряпи Прайс Прайс А, 10 тысяч, да? Вот этот Шорт 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 Есть, по-другому Нет, нет, нет О, вот это хорошая такая Рубашка Какая это? О, это 5 долларов Часы Сумки О, там кто-то танцует Пойдем О, ну там хорошая футболка Давай спрашивай, сколько стоит Вот это, смотри, какая крутая Какая футболка Какая футболка Какая футболка И прям кушают Ага И прям вот так сидят Капец Экзотика, да? Ну, правильно, о чем? Он даже и сидят иностранцы Тоже Смотри Да, я говорю Вот так готовят Вот так горшки Варят И этот, получается, кушают Вот в горшке тоже Варят и кушают Прям сидят И люди мимо ходят Можешь поговорить с иностранцами Ну вот, поэтому лучше этот Представьте, что здесь случилось Меня чуть не выхватили мою сотку Вот-вот вдвоем едут Не они, а не другие И они вокруг нас кружили Кружили Смотрят А тот уже говорит И Женька говорит Смотри, смотри, кружат Давай быстро сотку держать Они ко мне подъехали А я хорошо сотку спрятала Вот И даже сам водитель тук-труга тоже нам Все, мы добрались до отеля Ну прям вообще визит Камбоджу Я ожидала, что такое будет Грабежи прям нагло Прям это случилось с нами Никогда за столько я путешествовала В стольких странах И в тех же самых Филиппинах Про которые говорят, что это там Преступник Преступная страна Там Вьетнам Но именно в Кабодже Меня чуть не настигла участь И я чуть не потеряла свой телефон Вы представьте И неоднократно А два раза Одни и те же люди Чуть не выхватили у меня телефон Когда я вам вот рассказывала Я сидела в тук-туке Вот Он закрыл уже сам мою дверцу Вот эту Ну не дверцу Но получается Типа как шатра у него Шатер, да, называется? От дождя От дождя Вот этот ветровик Он закрыл Закрыл замком И я когда вам это все рассказывала Они взяли Накло у меня Как-то он как-то порвал Сквозь этими пальцами Порвал И чуть не выхватил телефон Хорошо Я крепко держала телефон Вам это говорила На камеру записывала И у него я чувствовала Что он схватил его Частью Получается у него Длинный палец Он его чуть схватил Немножко мой подбородок Получается Ну получается Ударил этим же пальцем И у меня реакция Сразу была Я еще быстрее схватила Получается Он мне не смог Выхватить этот телефон Видите? Вот Аж все потом Начали выбегать Потом рядом с нами Вот эти тоже ехали Двое На него начали кричать Кричать Ну короче Те уехали ни с чем Вот После этого я телефон Уже спрятала Тук-тукер молодец Такой Прям Хороший Надо ему прям Десять звезд поставить Да Спас Спас меня А то где бы Я телефон бы свой Здесь нашла бы Так и не нашла бы Правильно же Еще бы осталось На несколько дней бы Да Женька говорит Значит они нас Спасли с базара Твоем На мотоцикле молодые А как они нас Спасли с базара Мы вот С базара выходим Тогда они нас Увидели Да А значит кто-то Другие Да Пасли Конечно Они же команды Работают Ааа Целая мафия Они зашли Они вышли Вот так А зачем Зарабатывать деньги Да Саша Когда можно Вот так Своровать И все Как ты думаешь Это правильная Работа Их Могут полиция За Посадить На много лет Их Да А им пофиг А им пофиг Их полиция Даже не поймает Потому что Коррумпированная Страна Ты думаешь Их поймает Полиция Полиция Может быть С ними Может быть А полиция Вместе с ними Тебе не кажется А как им поделять Телефон Ну как телефон По теле Телефон же дорогой Они же видят Что у меня телефон Последние модели Последние модели За сколько По телефон Ты сразу Тоже почувствовал А я не видел Что они смотрели Прям рядом Нет Он когда проезжал Я видела Что он посмотрел На мой телефон И вниз На чем он А у меня же Он на шнурке Мой телефон И это тоже Может быть Даже спасло Он бы сразу Не смог Его вырвать Он же у меня На шнурке Телефон Видишь О чем я тебе говорю Саша Давай свой телефон На шнурок поставил А ты этот шнурок У Кристины забыл Вот так я же не буду Ооо На окне Вот что значит В Камбодже находитесь Особенно Получается Значит мы зашли Когда на ночной рынок Уже показывал Свой телефон Там видимо Кто-то кому-то сообщал Наверное Вот И когда мы выходили И получается За тук-тукером Нашим поехали Получается так Потому что Этот тук-тукер Хорошо Я не от них взяла Этого тук-тукера Я через граб заказала Потому что Легче заказать Через граб Потому что Пока их Договоришься с ними Пока скажешь Где что находится Они язык английский Не понимают А тут граб Заказываешь А тут граб Показываешь И все И автоматически У меня с карты списывает Без всяких вопросов Уже заставляет По месту адреса Которому я подошла? Да По-моему Он тут что-то тоже связан Они по-моему Почему? Он так долго что-то думал? Да Не, он не связан Он не мог понять Где это находится Долго думал Думал Потому что Мы как сели В этот Тук-тук Который пограб Все Мы сто метров Поехали И все Они начали Вот так Ты думаешь Он им сообщил? Не Они начали Они сначала С моей стороны Заехали Понял? Меня Посмотрели Я смотрю Они вот так Прям в дворе Уедут И на меня смотрят Потом объехали На твою сторону Понял? Поняла? На твою сторону Потому что Ты тоже Наверное Соткой смотрел Не Я соткой не сел У меня же Рюкзак А Они рюкзак Тоже могут воровать Знаешь Они как? Они ножиком Прямо так Вырезают Я слышала Режут рюкзаки Где он? Вот он О, нифига Какой таракан Он бы побежал В сторону Ужас какой Если бы я не заметил Он туда зашел У меня Дай посмотрим Это вот такие Которых мы видели Вчера Да И самое что Интересное Нет Они до меня Доехали Увидели Что мы их заметили Увидели Что наш шофер Закрыл эту шторку От них Нет Они все равно Наглые Второй раз идут Сначала они проехали Оказывается С Женькиной стороны Посмотрели Что у него В руках ничего нету Потом поехали С моей стороны Увидели у меня В руках сотку Главное Я увидела Что они смотрят На мою сотку Я немножко сотку Убрала Водитель увидел Да Но он Сказал Он своим языком Да Он показывал На зеркала И Женька говорит Да Потом он закрыл Сам вышел Закрыл Мою шторку Мы поехали О Вот он Таракан Подожди Подожди Стой Стой Вот оно Нифига Обнаглевший Какой Вы видали Как он полетел Ужас